Всем привет, друзья, с вами Никодим, и мы продолжаем выживать в постапокалиптическом мире игры Surviving the Aftermath. Опять вышел очередной патч, посмотрите, немножко изменили графику, добавили вот такие вот укрупненные иконки, стало чуть-чуть красивее, как-то интереснее смотреться. Наша деревушка уже разрослась больше 100 человек, и к нам постоянно просятся выжившие. Но я пока не хочу их брать, потому что к нам приближаются радиоактивные осадки, а у нас еще ничего не готово. Итак, давайте начнем по порядку. У нас валяются мертвые, валяются они потому, что у нас могильник полностью заполнен, всего 30 человек здесь вмещает. Поэтому, друзья, сразу же сейчас построим еще один могильник, поставим его рядом и проведем туда дорогу. В конце прошлой серии мы начали с вами строить экстрактор металла, и как оказалось, вот такие вот пустоши, они оказались очень ценные, вот такая бесплодная земля, потому что именно на них строятся экстракторы бетона, металла и другие. Так, построите еще крытый склад. Я помню, что в конце прошлой серии я начал делать скрытый склад, вот он у нас есть. Мы открыли новый социальный объект, это памятник. Я думаю, что в середине нашего города где-нибудь нужно поставить памятник для того, чтобы люди приходили сюда и радовались. Вот сюда поставим его, поближе к дороге. Вот так вот, нормально. Так, специалисты готовы к работе, еще один крытый склад, недостаточно. У нас электроэнергии, кстати, друзья, недостаточно. Я думаю, что нужно построить. Мы тоже открыли большой ветряк. Давайте его поместим в свободное место, вот сюда, если он влезет. Да. Итак, давайте посмотрим. Специалисты готовы к работе. Кто чего у нас нашел? Ты. Так, ты у нас ни то ни сё, поэтому давай лучше изучай территории дальнейшие. Бродяга, я думаю, что можно напасть вот на этого, и потом мы добьем нашим основным качком. Смотрите, как он неплохо так его снес. Следующий. Кейт. Кейт. У нас наука. Наука сейчас еще прибавится. И все, здесь мы все собрали, больше науки у нас в округе нету. Дафна странно, но Дафна дерется очень хорошо. Смотрите, 0 урона, 1 урон. Так, Дафну побили, а она не особо-то сильна. Ты. Я думаю, что ты просто добьешь его за один удар. И у него очень большая защита. Это, посмотрите, защита 4, поэтому просто так его не пробить. Ну, давай соберем тогда здесь все. Бабулька у нас хороший собиратель и хорошая наука. Давай тогда вот здесь вот соберем. Вот, основной наш качок с металлом. Давайте мы дособерем весь металл и быстро принесем все это в деревню. И монашенка. Монашенка что у нас делает? Она, кстати, неплохо дерется. Смотрите, у ней удар 2, огневая мощь 1. Ну, тогда пусть древесину собирает. Все. Мы героев назначили. Крытый склад мы назначаем. Итак, ждем, когда у нас начнутся радиоактивные осадки. Я думаю, что можно повысить скорость игры. Вот одна ближайшая зона и вот ближайшая зона. Так что придется вам ходить вот сюда. Очень далеко. Ученые нужна помощь. Давайте посмотрим. Итак, одна из наших колонисток занята наукой. Приходит к нам с проблемой. Она уже довольно давно бьется над очень сложной задачей. Сейчас ей просто необходимо выйти за пределы колонии, чтобы проветриться и привести мысли в порядок. А страшнее всего, что она собирается погулять в одиночестве. Ну, почему же? Я думаю, спокойно можно ее отпустить. У нас же не рабы, в конце концов. Да, конечно, пусть она идет. Вот, подготовившись к путешествию и попрощавшись со всеми, женщина отправляется в путь в гордом одиночестве. Долгое время от нее не поступает никаких вестей. И вот однажды она врывается в колонию с криками «Эврика, наконец-то я поняла!» и бежит прямо в лабораторию. Она нам принесла 164 науки. Отлично, всегда нужно доверять людям. Так, как у нас там насчет вот этого могильника? Его надо, наверное, побыстрее ставить. Все, сейчас достроят. Сразу же назначим человека. Он у нас соберет все трупы. А, сразу же автоматически назначаются. Отлично. Так, давайте быстрее собирайте трупы. Строительство могильника завершено. Отлично. Мало инструментов в мастерской знаю. Крытый склад уже делают. Так, теперь нам нужно проверить, что у нас с едой. 442 еды. Вот это мы... И смотрите, теперь стало обозначение картошки, бобов. Это все после последнего патча стало так более-менее интересно. Так, у нас до сих пор не хватает электроэнергии. Минус 42. Сейчас у нас достроится... Что тут нужно? Бетон. Бетон вроде бы есть. Все есть. И у нас тут были люди, которые к нам пришли. Куда они подевались? Они как пришли, так и ушли. Урожай собирается. Мало инструментов. И здесь мы, лесозаготовочный лагерь, полностью все собрал. Давайте переместим тогда рабочую зону. Нам нужно вот это все быстро собрать. И здесь мы дальше будем строить наш город. Специалисты у нас готовы к работе. Как же дико неудобно стало. Здесь, наверное, лучше пойти дальше, открывать территорию. Так будет правильнее. Эти пытаются добить вот этого мощного, но ль урона не получится. Ну давайте попробуем. Так, смотрите, немножечко сносит он потихоньку, потихоньку, но сносит. Может быть добьем сейчас? Да, снесли. Нормально, что же здесь будет? А здесь у нас засада была. Вот где основная вся еда. Ладно, до следующего раза. Кейт. Кейт у нас с наукой дружит, поэтому пойдем искать еще где-нибудь научные данные. Во, как раз он, молодец, нашла. Правда, там супер защита, но я думаю, что мы сейчас ее пробьем. Давай вот здесь вот немножечко поработаем. Эта каком она прыжке? С одного удара убила. Отлично. Здесь тоже небольшая засада, лекарства мы нашли. И вторая у нас, Дафна, у ней 18 комплектующих. Я думаю, что нужно возвращаться в деревню, отнести эти комплектующие. Так, еще один ход остался. Вот сюда. И вот этот. Что он у нас? Огневая мощь 4. Вот это хорошо. Давайте пойдем вот сюда. Сейчас он собьет вот эту вот защиту. Так, бабушка. Удивительно, но бабушка у нас тоже очень хорошо дерется. Пойдем вот сюда вот вместе. Будем держаться вот этого качка. А ты у нас собрал металл, и у тебя 65 металлов. Конечно же, возвращаемся в Никодимск. Как можно быстрее приносим весь металл. Здесь у нас древесина. Собираем всю оставшуюся древесину и тоже как можно быстрее отправляемся в нашу деревню. Осталось все. Ноль до катастрофы. Сейчас начнутся радиоактивные осадки. Посмотрите, уже какие-то осадки идут, но пока что они не радиоактивные. Здесь осталось только бетон. Минус 10. Пока все в порядке. Смотрите, теперь значки показывают проблему. Если над каким-то зданием есть значок, значит у этого здания есть какие-то проблемы. Например, здесь не хватает вот этих вот бревен, то есть строительных материалов. В том числе и здесь надежный склад. А здесь у нас в механической мастерской не хватает инструментов. Хранилище ядерных отходов пока так и не сделали. И да, большой ветряк нам нужно как можно быстрее сделать. Мало инструментов. Да где же я вам их возьму-то? У меня металла нету. Там уже идет у нас герой с металлом. Сейчас он принесет и все. Смотрите, начинаются радиоактивные осадки. Все становится плохо. Но хорошо, что у нас есть еда, у нас есть вода. В принципе, все живем. У нас даже есть ресурсы, материалы, лекарства. Так что здесь у нас полностью смена назначена. Полностью. Но у нас нет специального лекарства, которое защищает от радиации, к сожалению. Специалисты готовы к работе. Может быть они что-нибудь найдут? Так, это у нас кто? Монашенка. Здесь, я кажется, полностью собрал всю древесину. Да. И ее надо как можно быстрее нести в Никодимск. Побежали обратно в Никодимск. Так. Так, ты у нас несешь металл. Отлично. Побежали обратно. Так, еще один ход остался. Вот так. Бабулька. Что делает бабулька? Помогает вот этому качку. Давайте сейчас снесем. Как он тут пробил его? Нет, не пробил. И нашему наваляли так нехило. А бабулька, может быть, даже и добьет. Нет, она снесла совсем немножко. Но тут защиты у нас еще осталось. Ладно, с этим решили. Дафна. Дафна рядом с Никодимском несет у нас комплектующие. Хорошо, пришла. Немножко сейчас тут подлечится. Все, оставайся здесь пока. А вы с едой, да? Ну, я думаю, что можно пробить этого спокойно. Давай. Раз. И второй его добьет без проблем. Давай вот этот вот. Добиваем до конца. Все, готово. Хоть бы здесь были лекарства от радиации. А нет, здесь же было уже нарисовано, что здесь у нас еда. Дафна все принесла, разгрузилась. И можно опять отправляться в дорогу. Пойдем вот в ту сторону. Сейчас вот этого будем бить. И кто у нас там? Вторая дафна. Вторая дафна. Может быть вместе две дафны нападут на одного вот этого бандита. Да, давайте сейчас нападем вместе на одного бандита. И у нас утконос. Утконос нашла еще одного. Кстати, может быть получится. Она этого добьет последним ударом. Давай, посмотрим. Как ты наваляешь? Все, наваляло. Ну, пожалуйста, лекарства от радиации. Нет лекарства от радиации, зато у нас здесь есть 46 металлов, что тоже очень неплохо. И наша Кейт. Придется тебе, Кейт, драться. Навалять этим бандитам. Немножечко ее повредили. Но и она неплохо сняла ХП. Все, возвращаемся в деревню. Нам сейчас самое главное быстро пережить вот эти все радиоактивные осадки. Посмотрите, у нас полностью погиб весь урожай. Но в теплицах, а в теплицах тоже ничего не выращивается. Потому что у нас, к сожалению, нет электроэнергии. Давайте сейчас поставим здесь на высокий приоритет. Бетон. Так, смотрим, есть ли где-нибудь у нас значки. Строительство завершено. Крытый склад сделано. Мало инструментов знаю. Уничтожение зданий. Нажмите, чтобы узнать об этом. Некоторые здания уже не нужны колонии. Например, стартовое хранилище сейчас наверняка опустело. И при наличии водонапорной башни оно больше не нужно. Выберите его. Откройте сведения о здании. И нажмите подсвеченную кнопку уничтожить. Вы вернете себе часть использованных ресурсов, которые можно использовать дальше. Разобрав склад, вы не теряете его содержимое. Отлично. Ну что ж, давайте разберем бункер. Итак, бункер уничтожить. Все. Так, у нас тут кто-то что-то просит. Кроличий сезон. Трое колонистов заявили, что придумали новый вид ловушки для охоты на кролика. Но я думаю, что их надо отпустить, потому что в этой игре очень смешно. Например, радиоактивные осадки или аномальная жара только на территории нашей деревни. Стоит только выйти за ворота, и там все просто великолепно. Поэтому им, конечно же, лучше уйти. Давайте их отпускаем. И вот видите, они у нас принесли одно мясо. Не так уж и много, но зато немножечко побыли вне вот этой вот радиоактивной ловушки. Мало инструментов. Колонисты с радиационным заражением 14 человек. Так, давайте посмотрим. У нас, в принципе, больнички есть, но у нас лекарств нет. Так что, да-да. Собраны все ресурсы вместе добычи. Мы, кажется, собрали всю еду. Пилорама все допилила. Давайте перемещаем рабочую зону. Теперь вот эти вот деревья тоже мы повалим. Весь лом мы тоже собрали. Поэтому ищем новую территорию. Да, уже стало очень далеко. Возвращаемся в деревню. Где у нас еще основные проблемы? Здесь. Во! Мы рассчитали территорию. Можно будет здесь сейчас что-нибудь поставить. Специалисты готовы к работе. Давайте посмотрим, кто и что у нас нашел. Утконос. Ну, я думаю, утконос сейчас спокойно добьет. Давай с одного удара. Добило? Немножко не добило. Осталось совсем чуть-чуть. Вы, два мужика, собирайте еду. Собрал. И почти что все собрали. Осталось совсем немножко. Кейт борется за науку. Ну, давайте попробуем. Как она тут наваляет сейчас? Заодно прокачает себе драку. Нет, не особо-то она сильно. И побила. Так, дафны нападут с двух сторон. Вот на это охраняемое заведение. И вторая, дафна у нас внизу. Давай, помогай своей сестре. Итак, вперед. Отлично. Загасили. Yes. Тут у нас ткани. Ткани сейчас тоже возьмем. Все это нам будет нужно. Лестер. Ну, я думаю, что можно вот так вот попробовать. Не сильно он пострадает. С одного удара он убил этого бандита. Насколько я помню, здесь железо. Да, у нас здесь много железа. Так, а ты у нас что делаешь? А ты у нас ищешь всякие интересные места. А, она идет с древесиной в деревню. Да, давай возвращайся как можно быстрее. Все правильно. Здесь у нас с металлом идет в деревню. Все, он принес металл. 71 металл. Теперь все быстро достроит. И бабулька. У бабульки у нас много тканей. Ну, давай заодно заберем еще и вот здесь вот металл. И все это отнесем сейчас в деревню. Все, специалисты готовы. Колонисты. 18 колонистов с радиационным заражением. Ну, я думаю, что если парочка умрет, мы в принципе могильник построили. Смотрите, 3 человека уже здесь унесли, которые валялись. Все остальные. Ну, нет у меня лекарств. И на карте тоже нету. Строится совершенно мельница. Давайте посмотрим, что же нужно для мельницы. Во-первых, назначим сюда человека. Во-вторых, здесь нужна пшеница. Здесь нужна у нас пекарня, мука. И вот эти вот бревна. Бревна у нас есть в огромном количестве. Мало инструментов. Мельница завершена. Смерть. Один колонист у нас все-таки умер от лучевой болезни. Давайте посмотрим. Наверное, стоит еще сделать какую-нибудь больницу. Так, давайте школа. А школа, кстати, у нас так до сих пор и не сделалась. Куда нам больницу-то поставить? Может быть, вот так вот? Прямо посреди города. Хотелось бы тратить эту территорию. Она слишком хорошая. Ну, ладно. Давайте вот сюда еще одну больницу построим. Мало инструментов. Посмотрите, у нас все заразились радиацией. Хлеб начали выпекать. У нас есть вот эта пшеница. Сейчас сделают муку. Муку принесут сюда. Бревны есть. Сейчас начнут выпекать хлеб. Нормально. С едой у нас пока все очень хорошо. Так, колонисты. Еще один колонист у нас умер. Радиоактивные осадки, кстати, скоро должны прям вот-вот закончиться. Мало инструментов. Специалисты готовы к работе на карте мира. Смотрим. Здесь собираем все остатки и быстро несем в деревню. Дальше. Ты. Ты у нас с большим количеством еды и запчастей. Поэтому я думаю, что лучше, да, возвращаться уже. Кейт. Но она не сможет его пробить. Хотя давайте попробуем. Так, еще немножечко она его побила. Все. Кейт больше трогать нельзя, иначе ее просто убьют. А здесь мы просто собираем ткань. Раз. И вторая Дафна собирает остатки ткани. Все. Надо быстро бежать в деревню. Все это сбагрить. Еду забираем всю. И тоже возвращаемся. Так, у нас там остались еще парочка. Так, здесь мы металл собрали. Пойдем изучать территорию дальше. Бабушка у нас возвращается в деревню. Как можно быстрее у нее очень много материалов. Я думаю, что этот наш главный качок, который сейчас у нас в деревне, лучше всего его пустить вот куда-то наверх, для того, чтобы побить всех вот этих вот бандитов. Пойдемте сразу же на север. Так, и Монашенка. Как она? А, она с дровами возвращается в Никодимск. Как можно быстрее возвращаемся. Все. Идем в деревню. Вот-вот должна закончиться радиоактивная непогода. Кстати, умерло всего, хотел сказать, два колониста. Нормально. Всего три колониста у нас умерло. Сюда назначаем еще одного. Все. Сейчас они все подлечат. Все будет нормально. 28 колонистов с радиационным заражением. Ну, нет у меня лекарств. Нету. И на карте их тоже нету. В мастерской инструменты. Если не ошибаюсь, вот это вот у нас мастерская инструментов. По металлу. Металл есть, инструментов нет. Вполне возможно, друзья, что нужно построить еще одну мастерскую инструментов. Еще один колонист у нас умер, к сожалению. И замечен медведь. Давайте посмотрим, что это. Группа колонистов заявляет, что около часа назад они заметили старого медведя. Конечно же, отправляйтесь на охоту. И они убили этого медведя и добыли 27 мяса. Просто замечательно. Какие у них тут есть ресурсы? Давайте посмотрим. Итак, у них много мяса, мучные черви, соевые бобы, рыба, арахис, овощные рационы. Да, у нас столовые работают очень хорошо. Строительство ядерных отходов наконец-то завершили. Давайте посмотрим, что они позволяют делать. А ничего они не позволяют делать. Они просто туда переносят все ядерные отходы. Ладно, колонисты. Еще два колониста из-за облучения умерло. Ну, радиоактивные осадки нам нужно ждать, когда закончатся. А они закончились прямо сейчас. Все. У нас радиоактивно зараженные люди. 21 человек. Вполне возможно, кто-то из них еще умрет. Вот, два человека от облучения умерло. Но остальные будут жить. Так что мы пережили. Здесь у нас место есть. И специалисты готовы к работе. Давайте прямо с конца начнем. Так, ты у нас несешь доски. Вовремя. Доски будут нужны. Так, ты у нас будешь бить главных бандитов. Ну, давай, качок, вот иди на помощь Кейт. Она у нас слабенькая. Она у нас ученый, поэтому не привыкла еще. Монашенка у нас тоже в науку прокачена. Поэтому пойдем тоже на север. Бабулька несет железоинструменты в Никодимск. Давай как можно быстрее. Бежим в деревню. Нам это все нужно срочно принести. И здесь у нас запчасти. Смотрите, тараканы. Просто так зайти и взять тараканов? Давайте возьмем. Это будет неплохо. Да, 50 тараканов мы забрали. Сейчас отнесем. Это все в виде еды мы сварим. Здесь мы все собрали. Дафны полностью здоровы. 9, 9, 0. Вот этого, я думаю, мы легко побьем. Потому что у него защита нулевая у нас оказалась. Так, Майк возвращается в Никодим с едой. Здесь. Ну, давай попробуем. Сразу же нападем. Получится? Нет, не дошли. Прям буквально один ход. Я думаю, что тебе не нужно нападать, Кейт. Давай пока вот иди посмотри, что там на территории. Может быть тоже что-то интересное. Ага, запчасти просто так валяются. Можно все подобрать. А ты у нас несешь кучу полезных вещей в наш город Никодимск. И утконос. Я думаю, что нужно утконосом открывать вот эту вот территорию. Вполне возможно, здесь тоже одежда. Так, что у нас с одеждой? 80, а у нас 100 человек. Ну, почти что все будут одеты. Герои готовы. Возвращаемся в деревню. Пережили мы, друзья, страшные радиационные осадки. Все у нас люди зараженные. Посмотрите. Сейчас еще будут умирать у нас постоянно. И лекарств, к сожалению, у нас нет. Да-да-да, нет свободных насильщиков. Как это нет? Смотрите, действительно нет. Так, интересно. Умершие 6 сразу колонистов с радиационным заражением. Давайте тогда откуда-то брать людей. Вот можно отсюда, например. Раз. Так, все равно не хватает насильщиков. Тогда еще вот так вот два. Здесь некому работать. Ну, наверное, нужно кое-что позакрывать, я так думаю. Например, прям по порядку. Сейчас начнем. Будем закрывать надежный склад. Здесь один человек, один человек. Так, дом лесничего оставляем, коммунальное жилье оставляем. Так, в хижинах рыбаков у нас сколько? У нас тут по двое. Давайте тогда вот так вот уменьшим. Здесь тоже некому работать. Так, и у нас на карте опять готовы наши колонисты. Куда мы пойдем? Ну, давайте дойдем, вот как и положено, до края карты. Все, раз. Ты у нас выбиваешь вот этого. Я думаю, что с одного удара он сейчас его закончит. Нет? У него очень хорошая защита третьей степени. Нет, не смог он его добить. Бабушка принесла очень много всего полезного. Главное, что металл и ткани. И вот этот вот пластик она принесла. Так, а ты у нас тараканов собираешь. Все, 38 последних тараканов он собрал. Сейчас принесет в деревню. Здесь мы все забрали. Ну, давайте нападем. Попробуем его сейчас снести. Немножко не хватило, прям совсем чуть-чуть. Майк. Так, Майк у нас несет еду. Добро пожаловать к нам обратно в Никодимск. Заодно подлечишься. И вторая Дафна. Давай, добивай его уже, хватит тут. Что случилось? Не получилось его добить. Тоже немножко не получилось. Нельзя, кстати, и рисковать. Ей лучше нужно было бы вернуться. Так, Кейт пока заберет эти вот запчасти. Давайте, а вот Канос пусть изучит вот эту вот территорию. Посмотрит, что здесь. Все, возвращаемся в нашу деревню. У нас сейчас будут умирать значительное количество людей. Посмотрите, 63, 62, 61, да. Видимо, все, кто облучился, у нас просто нет лекарств, к сожалению. Еще нехватка электроэнергии. Носильщики. Да, знаю я, нехватка носильщиков. Смерть еще одного колониста. Нет свободных носильщиков. Так, друзья, у нас весь город завален трупами. Наверное, уже не хватит могильника. Надо, я думаю, что нужно строить еще один могильник. Итак, давайте его куда-нибудь поставим в сторонке и к нему проведем дорогу. Да, посмотрите, друзья. Нас так неплохо покосило вот это вот радиоактивные осадки. Многие очень у нас погибли. Давайте думать, что мы будем делать. Ну, во-первых, нам нужно сейчас увеличить количество носильщиков. Поэтому везде, где только можно, мы убираем людей, к сожалению, к огромному. Да, убираем везде людей для того, чтобы количество носильщиков у нас сработало для начала. Потом уже будем назначать. Все, сейчас мы быстро вот портных, например, вот уберем. Нам не нужно столько портных. Так, убираем портных. Дальше. Здесь тоже. Так, здесь тоже убираем. Здесь мастерская инструментов убираем. А, коммунальное жилье, школа. Дети, у нас будет перерыв. Никому сегодня не нужно ходить в школу. Здесь не работают, не работают. Механическая мастерская. Тоже увольняем. Нам надо, чтобы хотя бы пару человек у нас начало работать. Итак, я всех уволил из всех зданий. Для того, чтобы они сначала собрали у нас трупы. Потом разнесли все необходимые инструменты. Достроили нужные нам здания. Вот здесь у нас еще большой ветряк. Нужно просто его достроить. Вот, начали они наконец-то его строить. У нас сейчас будет значительная прибавка в электроэнергии. Так, собраны все ресурсы в месте добычи. Это мы собрали, кажется, металл. Переместить рабочую зону. Это станции по переработке. Нам нужно искать новую зону пластика. Вот, есть новая зона пластика. Так, к воротам прибыла группа выживших. Вовремя. Всех беру. 10 людей. Да, принимаю. И, конечно же, начинайте работать. 12 человек. На карте мира у нас. Вот Конос исследует новую территорию. Бандитов нарвалась. Здесь. Так, ты у нас идешь вот здесь вот исследовать, если я правильно помню. Вперед тогда. Кейт. Кейт пока ждет, пока вот этот вот наш главный нападет на бандита. Снесет его, я надеюсь. Все, снес. Молодец. И теперь уже Кейт спокойно соберет у нас всю науку. 250 за раз. Отлично. Дафны у нас дерутся. Сначала давайте нападем вот этой Дафной. Хорошо она так наваляла. Сама получила чуть-чуть в ответ. И ты. Добиваем. Все до конца. Ну. Нет, смотрите-ка, не снесла. Удивительно. Майк. Майк возвращается с едой. Вовремя. Я думаю, что нужно побить вот этих вот бандитов. Забрать здесь все вещи. Бабушка у нас была в Никодимске. Она принесла много продуктов и запчастей. Во! Лекарства традиционные. Так, надо быстрее бежать вот в эту сторону. Как можно быстрее и всех сюда направлять. Давайте прямо с бабушки и начнем. Давай, бабушка, иди. Что случилось? Почему ты не идешь? Все, больше в следующий раз нас не застанет врасплох эти радиоактивные осадки. Так, а вы шли вместе, я помню. Давайте держитесь рядышком друг друга. Может быть, здесь тоже найдете радиоактивные таблетки. Все, возвращаемся в центру города. У нас 12 человек заработало. И смотрим, что нам нужно в первую очередь. Нам нужно бетон. Давайте прямо по порядку сейчас все смотреть. Итак, где у нас склады? Первый склад. Переместить рабочую зону. Нам нужно собрать вот этот бетон как можно скорее. Раз. Второе. Здесь. А, здесь полностью все забито. Ну, я думаю, отсюда они и будут разбирать. Дальше. Радиоактивные осадки одного человека назначаем. Что у нас с металлом? Металл пока есть. Теперь назначаем на еду. Назначаем вот на это большое поле одного человека. Так, даже двух можно людей сюда назначить. Здесь назначено, назначено. Все есть. Строительство крытый склад у нас завершен. Отлично. Сейчас сюда все у нас перенесут. Первый могильник заполнен. Второй могильник заполнен. И сейчас достроят у нас третий могильник. И у нас еще нужно четвертый могильник построить. Потому что трупов у нас в городе валяется прям вот очень много. Поэтому давайте сейчас куда-нибудь поставим вот сюда. У нас здесь будет такое кладбище. Вот это ставим на повышенном приоритете. Бетон. Так, бетон уже собирают. Да, я знаю, что могильник заполнен. Все есть. Недостаточно места. Специалисты готовы к работе. Давайте по порядку. Идем изучать. Так, наука. Отлично. Наука это хорошо. Тогда берем его. Идем сюда. Идем сюда. К первую науку изучили. И смотри, немножко его взорвали даже. Качок. Ну, может быть он поможет этим Дафнам. Хотя Дафн там справится. Он уже почти что добитый. Я думаю, чтобы не терять время, мы пойдем вот сюда. Будем бить вот этого бандита. Он к тому же, смотрите, занимает стратегически важную точку на перешейке. Если он контролирует эту территорию, мы не сможем пройти наверх. Все. Кейт, собирай всю оставшуюся науку. И сейчас нам ее предстоит потратить. 740 очков науки у нас уже. Бабушка. Так, я помню, у тебя было какое-то задание. Да. Мы как можно быстрее шли вот сюда. Для того, чтобы собрать все вот эти вот лекарства от радиации. И Лестер. Давай, собирай всю одежду побыстрее. И потом пойдешь на помощь бабушке. Ну что, вы добьете его или не добьете наконец-то? Чего вы как с ним возитесь-то? Наконец-то добили. Кто здесь появится? Простые лекарства. Что тоже, в общем-то, неплохо. Давай, собираем их все. Всего 5. Так, Майк. Майк у нас пришел в деревню. Принес еды, если я правильно помню. И давай на помощь вот сюда бежим. Как можно быстрее. Чтобы собрать вот эти лекарства от радиации. Я, кстати, заметил в этой игре, например, если аномальная жара, она повторяется буквально через там пару лет. Там, например, радиоактивные осадки. Я боюсь, что они тоже сейчас прям опять повторятся. Ну, давай тогда утконос. У нас вот территория сейчас исследует. Нашла? А, она просто дошла. У ней 8 металлов. Ну, глупо возвращаться из-за 8 металлов в деревню. Сейчас у нас тут все достроится. Смотрите, 55 человек, 9 непосредственно рабочих. И будем постепенно возвращать людей. Например, вот в теплице можно вернуть людей. Тут уже вон у нас есть урожай. Так, в личиночную ферму пока одного, 6 человек осталось. И второго тоже в личиночную ферму. Так, надо на кухню вернуть по одному рабочему. Сюда и вот сюда. Главное не переборщить. И 3 человека непосредственно собраны. И 3 человека непосредственно будут работать. Собраны все ресурсы на месте добычи. Молодцы. Отлично работаете. Переместить рабочую зону. Эх, какая здесь огромная. Так, у нас где-то была рабочая зона. Вот эта вот, которой нужно избавиться как можно быстрее. Чтобы сюда поставить другие экстракторы. Кстати, что там у нас насчет экстракторов? Давайте посмотрим. У нас есть экстрактор металла, мы уже ставим. Потом экстрактор бетона. Бетона у нас мало. И пластика. Ну, пластик у нас достаточно, поэтому лучше всего поставить экстрактор бетона. Добывает бетон из-под земли. Конец света изменил лицо планеты. Крупные здания старого мира теперь подгребены под землей. Для работы необходима энергия и нужно размещать на бесплодной почве. Ну, давайте попробуем. Так, ну вот как раз. Сейчас у нас здесь снесут вот эти вот ядерные отходы. И мы там выставим. Можно, в принципе, поставить его вот здесь, рядом с могильником, чтобы у нас добывал бетон. Но, в принципе, особой-то разницы-то и нету. В игре это никак не учитывается, местоположение. Да, давайте сюда поставим, чтобы у нас здесь добывался бетон. Странный шум у ворот. Речь идет о какой-то уникальной штуке. Давайте проверим. Опять пришел какой-то шарлатан. Смотрим. У ворот стоит загадочный человек, одетый в остатки прорезиненного костюма, замотанный стряпьей и покрытый изрядным слоем грязи. Его лицо, частично закрытое защитными очками, то и дело искажает гримаса. Припасы у меня все вышли. Обменяемся. У меня есть кое-что уникальное, говорит он. И вы замечаете в его тележке новенький компьютер, прикрытый листами свинца. Так, мы всего лишь дадим ему две вот эти вот детальки, а он нам 180 науки. Почему бы и нет? Мне кажется, это очень хорошее предложение. Да, давайте. Двое колонистов не без труда поднимают компьютер, отдают. И прощай, дружище, говорит он. И отдает нам компьютер. 185 науки. Да, мы хотели потратить очки науки с вами. Давайте посмотрим, что мы можем сделать. В прошлой серии мы открыли с вами мельницу и пекарню. И даже построили. А теперь обучение поваров. Прокормить толпу народа не так-то просто. Тут не обойтись без организованности и дисциплины. Короче, мы сделаем новые рационы и откроем столовую. 600. Запомним. Хорошее дело. Производство. Производство мы открыли все. Дошли до экстракторов металла, бетона и пластик. Сейчас уже из них два делаем. По колонии. Я помню, что здесь что-то было интересное. Арена, библиотека, кинотеатр, игровые автоматы. Нет, это только для развлечения. А вот, комфортное жилье. Да, я хотел исследовать комфортное жилье. Сейчас поимеем в виду. Ремонт. Ремонтная мастерская, которая будет у нас все ремонтировать. Но у нас с этим проблем нет. А вот медпункт, интересно, делает ли он сам свои таблетки. Одинокая палатка врача не спасет большую колонию. Полевой госпиталь подойдет лучше. В нем больше места и возможностей для лечения самых разных заболеваний. Необходима электроэнергия. Нет, он сам ничего не производит. Да, давайте сейчас самое выгодное, это сделать вот это вот комфортное жилье исследовать. Все, открыли. Управление гневом. Арена. Здесь уже все социальные объекты. У нас еще, между прочим, осталось 600 очков науки. Мы можем с вами исследовать еще и столовую. Да, давайте исследуем, чтобы вот эта вся ветка у нас полностью была закрыта. Ветка пищи. И сразу же, наверное, нужно делать новое жилье лучше и новую столовую. Пойдем, наверное, со столовой, как всегда делать. Так, средние поля, кухня, личиночные фермы, теплица, мельница, пекарня, столовая. Ого, какая она у нас огромная. Куда же тебя поставить-то? Я уже знаю, куда. Вот здесь у нас будет столовая. Тут у нас как раз заготавливается куча еды. Тут у нас как раз поля. И здесь у нас будет заводик еще один. Все, столовую мы поставили. А теперь, я думаю, друзья, пока у нас много мертвых, вы вообще работать-то начали? Вы вообще людей-то собираете или нет? Так, экстрактор бетона. Вот эту нужно поставить на высокий приоритет. Уже поставили. Так, бетон пока есть. Я что думаю, надо пока у нас людей мало построить дома? Ну что ж, давайте поставим вот так вот двухэтажный дом вот сюда к дороге. Можно даже ее было бы вот сюда. Тут немножко мешается, да? Ну ладно, пусть будет проход. Все. Вот так вот у нас будет первый дом. Там прямо на трупе. Ничего, двухэтажный дом, недостаточно материалов для строительства. Да, у нас бетона практически нету. Это и есть металл. Удивительно, но металл тоже есть. Все, сейчас, короче, они принесут. Все сделают. Во, экстрактор доделывается уже почти. Давайте ускорим время, чтобы они побыстрее у нас сделали экстрактор бетона. Три человека мы еще можем взять парочку. Так, все, экстрактор бетона начал работать. По семь бетона у нас будет. Отлично. Электроэнергии не хватает. Немножко не хватает электроэнергии. У него расход 12, у нас здесь минус 10. Поэтому нужно поставить еще что-нибудь, связанное с электроэнергией. Большой ветряк. Давайте посмотрим. Железа, бетона мало. Да, я думаю, что еще нужно поставить. А смотрите, заработал. Удивительно, но заработал. Я думаю, что прям неподалеку нужно где-нибудь ветряк ставить, чтобы электроэнергия была здесь своя собственная. Только вот проблема. А вот сюда давайте поставим. Вот так вот у нас будет ветряк. Все, он здесь будет полностью снабжать всю электроэнергией. Все, посмотрите, начали они выпускать. Семь бетона. Во, прибавилось. Я прям видел, сейчас прибавился бетон. Великолепно. Электроэнергия откуда-то появилась. Наверное, мы достроили. Да, друзья, мы достроили большой ветряк. Теперь у нас не будет проблем с электроэнергией. Так, нам бы теперь кто-нибудь пришел бы к воротам. Было бы очень хорошо. Но давайте посмотрим, что у нас на карте. Изучаем новую территорию. Ага, железо. Отлично. Дальше. Ты. Берем науку. Он, кстати, по науке тоже очень неплох. Кейт. Кейт здесь все собрала. У ней 46. Так, давайте, наверное, вот так и пойдем в деревню. Давай, собирай. И она потом сразу же пойдет в деревню. Здесь тоже дособирай. И тоже пойдем в деревню. Всех побитых мы пойдем лечить. А ты у нас... Так, у нас здесь где-то вот были лекарства. Поэтому, я думаю, пропустить всех бандитов и как можно быстрее прибежать вот сюда. Для того, чтобы забрать все лекарства. Дафна. Тут у нас все собрано. Да, ноль. Ну, давай вот это тогда. Вперед. И вот 64. Он сейчас одежду всю заберет. Еще немножко. Одна одежда осталась. Очень смешно. Так, бабушка. Ну, я думаю, что не стоит ей драться. Хотя, смотрите, тут всего-то... Да, давайте попробуем. Ну, наваляет она ему. Кстати, не так уж сильно ее повредили. Да, я думаю, что она сейчас его добьет. Ну, и этот. Качок-то уж по-любому справится с любым бандитом. К тому же таким слабеньким, как здесь. Что? Еще два осталось. Так, монашенка. Монашенка у нас наука 5. Великолепно. Собираем всю науку. Так, еще 300 прибавилось. Там нам надо, если я помню, 600 для того, чтобы открыть следующую науку. Теперь нам нужно ждать, когда к воротам придут люди и будут проситься в нашу колонию. Посмотрите, какие у нас тут ворота классные. Интересно сделано так. Хотя, да, посмотрите, действительно. Вот только с этой стороны, если можно будет как-то пробраться. Экстрактор металла у нас готов. Ну что ж, давайте посмотрим, как он тут работает. Человек уже назначен. Смотрите, он у нас утиль и 5 металла добывает. Ну все, и бетон начал прибавляться, и металл начал прибавляться. Я думаю, что проблему с ресурсами мы решим. Так, кто, чем недоволен? А вы помните, я делал какой-то социальный объект. Вот где-то в середине я делал памятник. Так, один человек всего остался. Ну, давайте подождем. Так, что они все недовольны-то? Приближаются радиоактивные осадки. Вы помните, о чем я вам говорил? Что в этой игре как-то сделано, ну, наверное, не совсем правильно. Может быть, разработчики что-то не так в своем коде запрограммировали. Я уже давно заметил, если идут первые радиоактивные осадки, буквально через год сразу же идут вторые радиоактивные осадки. Если аномальная жара, сразу же опять аномальная жара. Если засуха, то опять засуха. То есть они всегда идут по два. Так что можно знать, когда в следующий раз, какая будет у нас непогода. Ну, ладно, мы готовимся. У нас нету, к сожалению, негде абсолютно взять радиоактивных таблеток. Поэтому сейчас мы постараемся как можно быстрее. Так, ты у нас чего? Ты у нас здесь ходишь. Здесь это очень сильный. Я думаю, ты ему даже не наваляешь. Лучше пойдем к радиоактивным таблеткам. Быстро все отсюда заберем как можно быстрее. Так, ты с наукой. У тебя что по науке? У тебя по науке один. Не надо тебе здесь быть. Лучше вот иди там открывай территорию. А Кейт... Так, А Кейт у нас здесь как-то оказалась. Ладно. Тогда у ней все есть. И наука вроде и собирательства. Нет, собирательства два. Тогда пойдем сюда. Дафна. Здесь мы все собрали? Все собрали. А здесь собирательства четыре. Остатки соберем. Так, где у нас здесь вот... На подмогу бабушки побежали. Нам надо срочно принести вот эти 18 таблеток. То есть мы сможем спасти 18 человек. Так, здесь все собрано. Ну что ж, отлично. Пойдем исследовать дальше территорию. А здесь у тебя никак ты одежду не можешь собрать. Ну вот, последняя одежда. Бабушка, сможешь ты добить его или не сможешь? Давай, бей. Смотрите, неплохо она его так побила. У нее всего одна единица осталась. Ну а этот, я думаю, сейчас с одного удара должен у нас убить этих бандитов. Да. Что здесь? Ну, пожалуйста, тоже радиоактивные. Нет, не радиоактивные. Эх, жаль. Всего одно место я нашел. Так, наука пять. Забираем все 103. И все. Здесь все готово. Так, приближаются радиоактивные осадки. Во-первых, нам нужно быстро собрать весь урожай с полей. Да, собираем все с полей, как что только можно. Здесь собираем урожай. Здесь у нас вот пшеница наконец-то выросла. Так, собираем. Бобов прям вот очень много здесь урожай. И здесь пшеница. Да, да. Так что хлеба будет прям вот очень много у нас. Все. Строительство завершено. Могильник. Заработал у нас могильник. Так, 30. Здесь. Сейчас он пойдет собирать трупы. Наверное, вот отсюда можно вот так вот убрать человека. Потому что мы и так трупы все собрали. Зачем тут нужен человек? Абсолютно не нужен. Бетон. Экстрактор бетона. 7. Да, бетон постоянно есть. Могильник есть. Радиоактивный осад. Что они постоянно чем-то недовольны? Смотрите, после отдыха плюс 48. Усталость минус 5. Разложившийся труп. У нас просто по всему городу валяются трупы. Из-за этого у нас идут проблемы. Так, одноэтажные домики. Специалисты готовы к работе. Ну что ж, давайте тогда по порядку. Во, простые лекарства. Что тоже неплохо. Здесь. Ну ладно, придется тебе немножко собирательством заняться. Ох ты, как рванул ты его. Бабушка. Добьешь его или не добьешь? Давай уж, добей. Во, нормально. Сейчас мы быстро все тут соберем. 18 таблеток. И надеюсь, что успеем принести в деревню. Ты, что ты у нас сделал? Ты у нас 4 огневая мощь. А, возвращался в Никодимск. Ну ладно, по пути сделай, пожалуйста, еще одно дело. Вот этого бандита нужно будет убить. И потом уже вернешься в Никодимск. Ты у нас собрала ткани и запчасти. Поисследуй здесь территорию. Там тоже бандиты. Так, а здесь у него сколько собирательства? Один. Нет, не будем терять время. Лучше продолжим наше путешествие вот к этим бандитам. Так как у него удар 4, я думаю, что он должен хорошо его так пробить. Может быть, даже с первого раза. Да, с первого раза он его убил. Великолепно. Так, и Дафна. Так, Дафну у нас уже лучше вообще не рисковать. Лучше нашей Дафной вернуться в деревню. Кейт, наверное, тоже лучше не рисковать. Да, давай, подруга. Возвращайся в деревню. Не рискуем жизнью. Здесь ничего нету. Ну, я думаю, тогда вот это соберем. Лекарства. И тогда пойдем в деревню. Что, не дошел один шаг? Молодец какой. Так, у ней собирательства 3. Берем. Все, йодные таблетки. 14 штук еще осталось. Йодных таблеток. И я думаю, на следующий ход мы все побежим в деревню. А пока возвращаемся. Вроде бы все нормализуется. Один человек, правда, всего лишь работает. Все остальные на производстве заняты. Вот это вот так, пилорамы. Интересно, давайте тогда пилорамы мы что-нибудь выпилим. Вот здесь вот, например. Я вижу, что нет рабочих. Но здесь, чтобы не терять вот этот лес, мы его выпилим. А где-то у нас была лесозаготовочный лагерь. И тут два человека ничего не делают. Вот это да. Лесозаготовочный лагерь. Тогда мы его... Вот здесь, наверное, лучше территорию очистить. Все. Он у нас будет заготавливать бревна. Давайте одного уволим, чтобы побольше было рабочих. Нам и так хватит вот этих вот бревен для кухонь. Лучше назначить на... Наконец-то! Наконец-то! И, во-первых, могильник достроили. Вовремя, прям я бы так сказал. Да, назначаем сюда одного человека. К воротам прибыли. Выжившие 12 человек. Очень много всего принесли. Смотрите, сколько у нас тут еды, одежды. Да, конечно же, берем. Принимаем. У нас есть где жить. Есть чем заняться. Все. Теперь все пойдет по-нормальному. Я думаю, что можно возвращать потихонечку вот так вот по одному, даже вот так вот по два человека в каждое из заведений. Так, семь человек осталось. Специалисты готовы к работе. Что у нас здесь предлагается в столовой? Ну, насколько я вижу, предлагается все абсолютно то же самое. Производство. Странно. А какой смысл в столовой, если он делает все абсолютно то же самое, что и делали на кухне? Удивительно. Смотрите, друзья. Абсолютно нет никакого смысла в столовой. Я понимаю, если бы здесь было, например, не 10, а, например, 50, то бы он как бы снабжал большее количество людей. Приоритет средний. Выбрать. Рацион абсолютно такой же. Да, удивительно. Все. Радиоактивные осадки у нас, друзья, начались. Смотрим. Электроэнергия есть, вода есть, еда. У нас еды просто завались. Так что можно не бояться. И таблетки. Да, нам надо побыстрее из карты мира принести все таблетки. Давайте, кто у нас с таблетками? Ты. Ты у нас просто с лекарствами? Ну, придется тебе... Не хотелось бы, конечно. Так, этому что пропустили? Да, давайте туда-сюда. Что здесь у нас? Кирпичи. Бетон. Тоже неплохо. Ты. Ну, давайте. Тут у него собирательство совсем плохое. Хотя три неплохо. Да, давай собираем. Чуть-чуть еще взорвался. Бабушка, 73. Собираем таблетки. И все. И прямо сейчас бежим в деревню. Тут еще 10 таблеток осталось. Ты у нас какая? 63. Я думаю, что да, ты ему хорошо так наваляешь и сильно не пострадаешь. Заодно нужно будет возвращаться в Никодимск. Так, все. И дафны. Так, 74. Нападать, наверное, нет смысла. Лучше исследовать территорию. Во! А, нет, это у нас госпиталь, это антибиотики. Но тоже неплохо. Лекарства нам сейчас будут нужны. Наверное, лучше напасть на бандита. Убить его как можно скорее. А потом уже заниматься чем-то другим. Так, вторая дафна сразу же пойдет в деревню. Не будем нигде задерживаться. Сразу же побежали обратно в деревню. Ты у нас чего? Ну, давай возьмем вот эти вот лекарства. 5. Смешно. Потеряли только ход. А здесь у нас... Жалко терять время. 4. Так, сколько у нее? 4 лекарства. Я думаю, что утконосом уже начинаем возвращаться. Потому что мы здесь целый ход потеряем. Да, давайте уже возвращаемся. Мы 4 таблетки принесем. Вот наш Никодимск совсем рядом находится. И может быть 4 человека мы успеем спасти. Потому что у нас начались радиоактивные осадки. У нас уже 63 день. 72 человека. 6 работают. Сейчас мы постепенно будем всех-всех назначать. Пилорамы. Да, давайте пилорамы еще берем. Вот здесь он у нас все вырубает. Так, здесь у нас что? Ресурсы заполнены. Так, склад провизии тоже полностью заполнен. А мы же делали где-то крытый склад, если я не ошибаюсь. Коммунальное жилье. Двухэтажный дом. О, смотрите, двухэтажный дом уже готов. 8 обитателей. А здесь сколько у нас? А здесь у нас тоже 8 обитателей. Но вот этот вот дом, он, конечно, посерьезней. Странствующий торговец. Привет тебе. Принять предложение. Фургон со скрипом остановился у ворот. За рулем сидит торговец. И мы его уже прекрасно знаем. Как насчет обмена обращается к нам гость? Смотрите, он нам даст семена пшеницы. Нам они не нужны. За картофель. Либо он нам даст семена морковки. А вот это вот уже прям интересно. Потому что у нас нету морковки. За науку. Я думаю, что это хорошее предложение. Да, семена моркови. Да, благодарю вас за сделку. Берем. Правда, сейчас высаживать морковь нет смысла. Потому что у нас радиоактивные осадки. Но в дальнейшем мы построим... Посмотрим, где здесь территория. Будет плодородная. Там посадим много моркови. И будем все собирать. Колонист с радиационным заражением. Что ж мне с вами-то делать-то? Колонисты с радиационным заражением. Так, пять человек. Медицинская палатка. Давайте сюда тогда одного. Мастерская инструментов сюда. Три человека работают. И, наверное, вот так. Так, два человека работают. 72 по предприятиям. Специалисты. Что со специалистами случилось? Давайте посмотрим. Так, ты у нас бежишь в Никодимск. Давай спасем людей. Здесь. Ну, он тут будет собирать по пять, по пять. Нету смысла, наверное. Наверное, хотя ему особо делать нечего. Да, пусть он тогда тут все дособирает. Так, Кейт у нас побитая сильно. И, наверное, ей тоже лучше возвращаться. Да, давайте все вернемся в деревню. Здесь, конечно же, бежит у нас в деревню в Никодимск. Принесла, вот, смотрите, много всего. Лекарства. Здесь мы вроде бы бьем вот этого качка с одного удара. Готов. Ну, давайте тоже радиоактивные таблетки. Нет, обычные таблетки, что тоже неплохо. Так, здесь антибиотики тоже пригодятся. Так, у тебя всего навалом. Наверное, не стоит задерживаться. Лучше сразу же отправиться в Никодимск. Да, давайте сразу же идем в Никодимск. Так, бабушка с таблетками. Четыре таблетки. Жалко, что мы стоим тут рядом. Всего по четыре она собирает. Что у ней? Собирательство три. Кстати, удивительно. Ну, ладно, давай, бабуль, еще берем. У тебя восемь теперь таблеток. Ты еще один раз не взорвешься уже. Все, погибнешь. Поэтому возвращаемся в деревню и монашенька. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Кирпичи. Лучше тогда за кирпичами иди, если у тебя собирательство нормальное. Нет, у нее два собирательства. Все, возвращаемся в нашу деревню. На полной скорости смотрим. Сейчас нам понадобится много могильников. Бетон. Посмотрите, как прям хорошо у нас добывается теперь бетон и металл. Отлично. Пластик пока есть, но с пластиком нужно будет опять поставить какое-нибудь здание. Все, герои вернулись. Колонисты, я знаю, что с радиационным заражением. Принесли какие-нибудь лекарства? Нет, не принесли. Так, нам нужно подготовить поле для морковки. Ну, здесь вот так вот не увидишь. Вот если только здесь, наверное, хорошая территория. И проверяем. Два человека работают. Здесь переместить зону. Так, все, они здесь собрали. Причем так очень быстро и неожиданно. Вот еще ядерные отходы. Собираем здесь тогда. А потом вот эти две большие кучи соберем. Вниз по реке. Давайте посмотрим, что это такое. Группа колонистов заинтересовалась речкой поблизости и хочет узнать, подходит ли она для путешествий. Они соорудили лодку и просят разрешить им. Конечно же, давайте вперед. Смотрите, мы детали получили и древесину. Очень хорошо. Так, четыре колонисты готовы к работе. Ага, они здесь у нас все ходят. Тоже заразилось. Так, 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 давайте отсюда тогда всех быстрее уводить, чтобы они у нас в деревне не заражались. Потому что все беды только в нашей деревне. На карте нет никаких бед. Все просто прекрасно. Мы здесь бетон собираем. Ты у нас возвращаешься с запчастями в Никодимск. Сильно побитый, но зато с гордо поднятой головой. Бабушка, восемь таблеток. Нет, я все-таки пойду назад. Хоть я здесь и не дособрал, но я лучше сразу отдам все эти таблетки в Никодимск. И ты тоже возвращаешься в Никодимск. Все-все, да, уходим в Никодимск. Там что у нас осталось? Семнадцать. Ну, давайте. Сейчас она даже, наверное, взорвется. Нет, не взорвалась. Бежим в Никодимск. Утконос сейчас принесет лекарства. Наш первый герой. Смотрим, что у нас в деревне. Как дела происходят. Я думаю, нам надо просто пережить эту страшную беду. У нас все, радиоактивные осадки закончились. Отлично, мы пережили эту страшную беду. В принципе, тут заполнено, заполнено. Ага, сейчас здесь будет и здесь сейчас заполнится. Ну, все нормально. Что там с человеком? Смотрите, глючит человек. Ладно. Нам сейчас нужно, чтобы в нашу деревню еще кто-нибудь пришел. И еще нам нужно посадить морковку на хорошем зеленом поле. Так, вот у нас хорошее зеленое поле. Здесь, я думаю, влезет даже что-то большое. Давайте посмотрим. Итак, еда. Среднее поле. Да, здесь среднее поле отлично влезет. Вот, поставим его вот так вот. Деревья придется снести, к сожалению. Ну да, давайте вот так вот. Все. И сюда посадим морковку. Три колониста умерло. Нет свободных носильщиков. Это плохо. Давайте на паузе. Еще один колонист. Вернее, даже два колониста умерло. Так, давайте смотреть, откуда мы можем обратно взять. Вот отсюда раз возьмем. Отсюда два возьмем. Так, из столовой возьмем одного. Так, где еще мы можем взять-то? Здесь нету, нету. Нету. Да, еще один у нас умер. Так, нам надо тогда по-быстрому. Да знаю я, знаю. У нас лекарства несут. Самое интересное, что сейчас у нас... Да знаю я. Сейчас у нас принесут лекарства, и больше не будет радиоактивных осадков. Потому что всегда все идет по два раза. Так, инфекцию. Ну, инфекцию-то мы вылечим. Да, у нас есть антибиотики. Это мы без проблем вылечим. Вот, здесь у нас лечатся, лечатся, лечатся. Да, самое страшное, оказывается, друзья, это радиоактивные осадки. Потому что к нему абсолютно не готовы никто. И мы их пережили, друзья. Поздравляю. У нас не будет теперь никаких проблем. Я думаю, что людей можно взять вот из этих медицинских палаток. Тут у нас... Да, дайте же, наконец-то. Тут у нас по два человека. Так, не хватает. А здесь у нас один. Ну, пусть одна палатка все-таки будет. Так, а здесь у нас два человека. Вот так вот. Все равно не хватает. Сейчас я думаю, что еще умрет парочка человек. Так, дом Лесничего. Ну, давайте пока не до Лесничего. Крытый склад ничего не принесли. Здесь лесозаготовочный лагерь пока тоже нету. Станция по приему лома. Металлургический склад. Так, здесь мы всех уже, кого только можно, давайте из столовых тогда. Из личиночных ферм. Во, один человек. Все. Появился человек, который у нас работает. Теперь нам нужно просто подождать, когда у нас придут новые люди к нашим воротам. И мы их обязательно возьмем. Карта мира. Утконос. Молодец. Да, я знаю, принесла-то лекарство. Но, к сожалению, уже слишком поздно. У нас уже огромное количество людей погибло. Ты здесь медленно-медленно все собираешь. Ты принесла обычные лекарства. Дафна. А Дафна уже и так все принесла. Так, куда ей направиться? Давайте пойдем тогда вот в эту сторону. Давай забирай все антибиотики. Они нам все пригодятся. Молодец встать, не взорвалась. К бабушке с лекарствами. Но уже смысла нету. Может быть вернуться обратно. Хотя, знаете что? На полпути не останавливаются. Давай обратно в Никодимск идем. Так. И здесь у нас принесли тоже таблетки. Все. Смотрите. Да, наконец-то йодные таблетки. Есть четыре штуки. Сразу же у нас начали их использовать. Потому что принесли мы гораздо больше. Здесь. Ну, собирательство два. Наука пять. Ну, давай да, соберем вот этот вот бетон. Все. Возвращаемся, друзья, в нашу деревню. Пережили мы ужасную катастрофу. К воротам прибыла группа выживших. Пора принять решение. С радостью приму девять человек. Смотрите, к тому же они очень много всего принесли. Жаль, что нет новых героев. Но мы, конечно же, принимаем этих людей. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю очередную серию игры Surviving the Aftermath. Справились мы со всеми, друзья, проблемами. Наши герои по всей карте уже тут собирают ресурсы. В нашей деревеньке после двух аномальных радиационных дождей стало все нормально. Мы сделали с вами экстрактор металла. И теперь у нас постоянно добывается и металл, и утиль. И сделали с вами экстрактор бетона. И у нас отлично теперь бетон никогда не убывает. С электроэнергией мы решили проблему с едой. Мы слишком даже решили проблему. У нас еды просто навалом. И на этой оптимистичной ноте я заканчиваю эту серию. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Поделитесь этим видеопрохождением со своими друзьями. А с вами был Никодим. Увидимся в следующей серии.